Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошо, мамочка, ложусь Давай, милая Сынок, что ты натворил? Но я не жалею А если мама узнает, что у нас с Бураком Я вру собственной матери Нам нужно скорее отсюда переехать Срочно Девушки отдыхают Что случилось, доченька? Ничего не случилось, мамочка Я немного пораньше на работу пойду Милая, ты не завтракала? Нет, мамочка, на работе поем Ослы Я тебя обидела вчера своими словами, да? Ты поэтому хочешь побыстрее сбежать на работу? Нет, мамочка, я не обиделась Обиделась Мама, я правда не обиделась Ты была права Нам нужно быть аккуратнее Ты же моя умная Я тебя знаю, конечно И не говорила тебе, чтобы не пугать тебя Но госпожа Сильда очень переживает по этому поводу По какому поводу? За сына? Да А что мы можем с ним сделать? Откуда я знаю, что она там думает? Не знаю Хорошо Я поняла Мама, я тебя никогда не позорила и не собираюсь Не переживай за это Хорошо, милая Хорошего дня Спасибо, мам Чего-нибудь покушай там Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гонджа Да, я рано встала Пойдем в клуб вместе По пути немного поговорим Да, кое-что случилось Хорошо, я уже вышла из дома Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Интересно, она проснулась? Субтитры создавал DimaTorzok Немедленно рассказывай Это касается вулкана или Бурака? Бурака Что случилось? Немедленно рассказывай, что случилось после того, как я ушла Я же все пропустила Гонджа, ты меня слушаешь? Хорошо, давай быстрей рассказывай Хорошо Когда ты ушла, он вызвал меня к себе Снова попросил помощи Но я отказала И конечно же пропустила последний автобус Застряла в клубе Сама того нехотя Я вынуждена была ему помогать Была вынуждена? Конечно, Гонджа Я же пропустила автобус И ты знаешь, какой он настойчивый Ладно, мы посидели весь вечер Весь вечер? В клубе? Наедине? Да, Гонджа Или же Точно он снова Ну, точно Что точно, Гонджа? Он снова тебя поцеловал Нет, Гонджа, не поцеловал Ослы, ты уверена? Ну, конечно, уверена Ты вообще меня слушаешь? Хорошо Я поверила А потом что было? Потом мы поехали домой Ты же знаешь, мы живем в одном доме Ну, это не новости В общем, посреди ночи я проголодалась И он тоже проголодался Правда? Ты просто посмотри, какое совпадение Вы одновременно захотели есть Поняла, значит, вы, не договариваясь Совершенно случайно захотели есть Да нет, Гонджа Мы же работали весь вечер Вот и захотелось есть Хорошо Что потом? Потом он приготовил мне сэндвич Бурак своими руками приготовил сэндвич Девочка моя Ты ему нравишься Очень нравишься Он так же сказал Что сказал? Сказал, что я ему нравлюсь Интересно, как я могу предугадывать такие вещи? Вот именно, я тоже не понимаю Как ты это чувствуешь? И как он сказал? Ну, не знаю Просто взял и сказал Секунду Ты правда можешь убить человека, ослы Я имею в виду, может быть, он взял тебя за руку Посмотрел в глаза Почувствовал твое биение сердца Или это прошептал Или он сказал это громко Давай рассказывай, как он это сказал Ай, я не знаю, Гонджа Просто сказал Ладно, ослы Тогда что ты ему ответила? Что я могла сказать? Я очень удивилась и застыла А потом мама пришла Тетя Эймель? Ну, прям вовремя Поздравляю ее И что она сказала? А что она может сказать? Ей стало не по себе Ой, плохо, что вас поймали Нет, Гонджа По-моему, то, что нас поймали, хорошо Ну, что тут хорошего? Что хорошего? Когда пришла мама, я в себя пришла Подруга Что я забыла на кухне посреди ночи с хозяином дома? А если бы мама его пришла? Или кто-нибудь другой? Если бы пришла госпожа Сильда Или господин Нихат Что бы я тогда сказала? Ладно, забудем про меня А что мама бы сказала? Как я могла быть такой глупой и безответственной? Я не понимаю Ослы, Знаешь, почему ты себя так повела? Потому что Бурак тебе тоже нравится Не нравится он мне, Гонджа Не говори ерунды, он мне не нравится Это все какие-то глупости Конечно, не нравится Бурак тебе ни капли не нравится, хорошо Гонджа, я же тебе говорю, что он мне не нравится Почему ты мне не веришь? Хорошо, тебе никто не нравится А ты ему нравишься Гонджа, опять все преувеличиваешь Ладно, пошли, а то опоздаем Упожем. Музыка 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 Хранится Музыка 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 Нет, не стоит надевать. Скажешь, что я привлекаю внимание. Ещё не прочитала? Может, ещё спит? Ослы, я до сих пор не верю, что ты нравишься самому наследнику Мазараглу Холдинг. Ну и что? Гонжа, не преувеличивай. И, кстати, вряд ли я ему нравлюсь. Не думаю. Чтобы убить время, ищет с кем повеселиться. Будто ему не хватает своей девушки. По-моему, он в неё не влюблён. Не влюблён? Как ты это поняла? Я понимаю в этом. Но правда, с чего ты взяла? По их взглядам. Влюблённые так себя не ведут. Они смотрят любимым в глаза очень глубоко. Так глубоко, что могут раствориться в этом моменте. И им всё равно, что происходит вокруг. Они хотят, чтобы это длилось вечно. И пусть весь мир подождёт. Будто во всей Вселенной остались только вы вдвоём. По-твоему, между Бураком и этой девушкой есть что-то подобное? По-моему, нет. Брось, Бурак не знает, что такое любовь. Не будь так уверена. Я не удивлюсь, если окажется, что он в тебя влюблён. Учитывая, сколько времени вы провели вместе, вы даже припозднились. С вулканом закончили. С Бураком начали. Хватит уже меня сватать. Хорошо, молчу. Молчу. Что случилось, а? Твой всё ещё не проснулся? Ай, Нихат, ещё очень рано. Скоро проснётся. О-о-о. Он вчера пошёл на работу, чтобы я на него не орал. Но сегодня это будет сложно. Нихат, я не согласна. Вот увидишь. Сейчас он проснётся и пойдёт на работу. А-а-а. Конечно, конечно. Он проснётся к обеду. К вечеру объявится в клубе, позарувается сотрудниками, помашет им рукой и всё на этом. Даже если есть настроение, он этого не сделает. Вот и всё. Нихат, ты слишком предвзят. Предвзят? Душа моя, предвзятость. Это когда ты заведомо думаешь плохо о людях, которых ты не знаешь. Но я отлично знаю своего сына. Это просто анализ. Надеюсь, тебе будет стыдно за свои слова, Нихат. Я к этому готов. Надеюсь, это будет единственный раз, когда мне будет стыдно. Доброе утро. Доброе утро, дорогой. Доброе утро, сын. Давай садись, позавтракай вместе. Я быстро перекушу и поеду на работу. Работы не можешь дать. Доброе утро, поедем на работу вместе. Мне написал Бурак. Что говорит? Спросил, поедем ли мы вместе на работу. И это я тебя постоянно сватаю? Видишь, тут помогает сама Вселенная. Ты ему нравишься. Подойдите, пожалуйста. Просто я подойду. Будь что будет, ты же сейчас здесь. Может, ты мне очень нравишься. Или такого не может быть. Не может? Я уже ушла. Доброе утро. Доброе утро. Я не могу сейчас держаться. Этот берег так и смотрит на меня, манит меня. Не беспокойтесь, в нем, правда, мало калорий. Я решила утром разнообразить завтрак. Госпожа Эмиль, можно мне добавки? Ай, не хат. Не, ну а что? Ммм. Очень вкусно получилось. Прям так, как я люблю. Спасибо вам. Приятного аппетита. У нас было столько поваров, но такой, как вы, еще не было. Это точно, я тоже так думаю. Спасибо. Ммм. Какая прелесть. Приятного аппетита. А ваша дочка такая же талантливая, как и вы? Ослы очень талантливая. Особенно у нее хорошо получаются торты. Правда? Я люблю торты. Может, она и для нас приготовит что-нибудь? Кстати, я ее давненько не видел. Она не выходит из своей комнаты? Или ты ей запретила? Нет, дорогой. Господин Нихат Аслы просто нашла работу. Какую работу? Где она работает? Где же Аслы мне название написала, но я забыла. Но это очень уважаемая компания. Она работает в кафе. Ммм. Ну, хорошо. Приятного аппетита. Спасибо вам. Только приехала из другого города и сразу начала работать. Какая молодец. Умничка. А что еще им остается? Они еле сводят концы с концами. И они пытаются выжить. Правда. Жизнь моя. Ты тоже надо интересуйся ими. Спроси, не нужно ли им чего-нибудь. Нужно проявить заботу. Не переживай, дорогой. Приятного аппетита. А? Ты почти ничего не съел. Почему ты обо мне так сильно печешься? Единственный мой, я хоть раз вмешивалась в твой рацион до того, как поднялся холестерин. Все. Хватит выпечки. Так, она прочитала сообщение, но до сих пор не ответила. Так. Пока. А когда делается это, яAN. Я не могу! И ты мне это всё explorает. Я тебя удивляет. С فисочутствие. То есть вы Ukrainian. Их ты че... Да нет, по сравнению с кушой. Их ты не можешь душить сюда. Доброе утро. Доброе утро, господин Бурак. Можно стакан воды? Да, конечно. Спасибо. Доброе утро, господин Бурак. Доброе утро. Эмель, я не видела ослы. Она ушла раньше? Да, она ушла рано. Хорошего дня. Вот это да. Он сам пришел за стаканом воды? Ну, пусть будет так. Увидимся на работе. Папа, доброе утро. Доброе утро, сын. Вулкан, мы вчера не поговорили. Ты подготовил все к вечеру? Все готово. Эда будет в восторге от нашего сюрприза. Разумеется, такого она от нас не ожидает. Уверен, сюрприз это кстати. Ты же знаешь, Эда в свои дни рождения становится еще эмоциональнее. И это мне хорошо известно. В свой день рождения она ждет каких-то новостей от мамы. Поэтому она постоянно так сильно нервничает. Она знает, что разочаруется, но все равно продолжает ждать. Говорят, со временем люди забывают то, что с ними происходило. Но это совсем не так. С каждым годом моя ненависть к матери только растет. Но не только из-за меня, а из-за моей сестры. Ваша мама тоже этого не хотела бы. У нее есть на это свои причины. Пожалуйста, папа. Я больше не ребенок, я все прекрасно понимаю. Что ж, мне пора. Хорошо, сын. Ты в клуб? Да. Хорошо. А, Валкан, я не решил, что купить для Эды. Я тоже еще не решил. Если что-нибудь придумаешь, скажи, хорошо? Хорошо. Я пойду поднимусь наверх и разбужу именинницу. Договорились. До встречи. Увидимся. Шукран, проверь Бурака. Он готов выходить на работу? Господин Бурак уехал. Ага. Хм. Вышел? Да, господин Нихат. Неужели этот ребенок так рванул на работу? Хм. Странно. А может, Бурак подкупил Тургута? Нихат, что ты такое говоришь? Как будто ты не знаешь господина Тургута. Разве он может его подкупить? Это правда. Это невозможно. Милый, я понимаю, почему ты так себя ведешь. Почему? Потому что ты проигрываешь спор и прекрасно об этом знаешь. Поэтому не можешь держать себя в руках. Спор? Какой спор? Ну, Нихат. Хорошо, хорошо, милая, хорошо. Эда, я могу войти? Заходи, папочка. Бужу свою дочку, у которой сегодня день рождения. Моя красивая дочка. Как хорошо, что ты родилась. Как хорошо, что ты есть. Как хорошо, что ты моя дочь. Спасибо, папочка. Хорошо, что ты мой папа. А как я выглядела, когда родилась, расскажи. Ты была очень прекрасна. Я никогда не забуду день, когда впервые увидел тебя. Только тогда я осознал, что стал папой дочкой, и мне пришлось стать мягче. Потому что моей дочкой оказалась милая, хрупкая, глубоглазая малышка. Я даже не знал, как взять тебя на руки. Боялся, как тебя бы не задеть, представляешь? Мне было очень страшно. Папочка, папочка, мне стало тебя жаль. Хорошо. А мама? Она была счастлива? Она любила меня? Любила? Разве она могла тебя не любить? Конечно, любила. Твой брат был таким маленьким и говорил, у меня родилась младшая сестра. Вы бы видели. Вы двое мужчин делаете меня очень счастливой. Я никогда не чувствовала себя так, будто мне чего-то не хватает. Особенно ты. Ты для нас одновременно и мама, и папа. Спасибо тебе за это огромное. Доброе утро, мама. Доброе утро, дорогая. Ты куда идёшь? Хватит уже отдыхать, теперь пора поработать. Есть несколько фирм, с которыми нужно встретиться. Что будешь делать ты сегодня? Не знаю. Немного побуду с Бураком, а вечером буду готовиться к празднику. Хорошо, красавица моя. Буду ждать от тебя новостей. Хорошо. Тукче, ты проснулась? Давно уже, я сейчас на улице. Когда ты пойдёшь в салон? Я уже иду туда, Чегла, не волнуйся. Хорошо. Делай, что хочешь, но обязательно достань эти фотографии. Хорошо. Потом обязательно сообщи мне. Не волнуйся. Я жду не дождусь, когда смогу увидеть лицо Денис, когда фотографии всплывут наружу. Продолжим оттуда, где остановились. Ну, посмотрим. Здравствуйте. Вы показали лучший результат, чем я ожидал. Поздравляю. Надеюсь, вы расскажете об этом отцу. Конечно, расскажу. Только в следующий раз ни у кого не просите помощи, хорошо? Помощь? О чём вы говорите? Господин Бурак, клуб круглые сутки находится под видеонаблюдением. Хорошо, что вы сказали об этом. Только вот это останется между нами, да? Да, это может остаться между нами. Только вы должны будете сделать другое задание, которое я вам поручу. Новое задание? В этом месяце мы планируем организовать турнир для наших клиентов. Я попрошу вас придумать концепцию и презентовать её мне. Тут все отчёты по нашим прошлым соревнованиям. Я думаю, они должны вам помочь. Хм, хорошо, хорошо. Значит, договорились. Тогда до конца недели я буду ждать от вас презентацию. Удачи. Спасибо. Уф, да что я в этом понимаю? Я же не справлюсь с этим. Если бы ослы не было, я бы и с этим не справился. Так, минутку. А где она? До сих пор не звонила. Она что, бегает от меня? Да, по-любому стесняется меня из-за того, что я вчера и сказал. Какой ты настойчивый, Бурак. Привет. Как дела, ослы? Всё хорошо, ты как? Всё хорошо. Я пришёл позаниматься спортом. Подумал, заодно и тебя увижу. Как работа? Ты смогла привыкнуть? Всё чудесно. Я очень рад. А ты же вечером идёшь на вечеринку в честь днерождения Эды, да? Я не смогу прийти сегодня вечером, к сожалению. Почему? Что-то случилось? Нет. Я просто поздно выхожу с работы и не успею подготовиться. Ты права, я об этом не подумал. Но! Если ты выйдешь с работы пораньше, я думаю, ты всё успеешь. Я отпрошу тебя с работы. Не нужно. Со второго рабочего дня не надо. Не волнуйся. Ты права в том, что говоришь. Ты не успеешь всё подготовить, если выйдешь с работы вовремя. Но Эда будет очень счастливо увидеть тебя на дне рождения. Хорошо. Кстати, вы остаётесь в доме Бурака? Я был очень удивлён, услышав это. А я-то как удивилась. Мама начала у них работать, когда я была ещё в Бодруме, понимаешь? После продажи нашего дома мама осталась в их доме. Ваш дом продали? То есть вы поэтому остались у Бурака? Да. Чтобы не остаться на улице, мама нашла такой выход. Спасибо им. Госпожа Сельда позволила пожить у них. Но первое время меня не было. Я же была в Бодруме. А когда вернулась, и я была вынуждена там остаться. Не волнуйся. Мои дядя и тёти очень хорошие. Я прекрасно всё понимаю. Тяжело бросить родной дом. Это правда. Было очень сложно. Ослы. Ты очень сильная девушка. Так, для меня она занята, а для других свободна. Ладно, увидимся. Увидимся. Ослы. Почему ты не отвечаешь на звонки? Я столько раз тебе звонил. Утром отправил сообщение. У меня полна работы. Я занята. Что случилось? Да, я увидел, как ты занята. Ладно. Мне нужно подготовить презентацию, и нужна твоя помощь. А у меня много работы здесь. Извини. Что происходит? Что за поведение? Я же сказала, у меня много работы. Ты так себя ведёшь из-за вчерашних моих слов. Ты либо застеснялась, либо избаловалась. Которая из этого? Мне правда нужно вернуться к работе. Извини. Кузен? Как дела? Всё хорошо. Что происходит? У вас с ослой есть какие-то проблемы? Нет, у нас нет никаких проблем. Она сегодня должна была мне помочь, и об этом говорили. Когда я наблюдал за вами, мне так не показалось. Оставь девушку в покое. Её работа — это быть официанткой в кафе, а не твоей ассистенткой. Я что-то не понял, почему тебя так это интересует. Тут нечего понимать. Мы говорили с тобой об этом раньше. Я обещал ей, что ей тут будет комфортно. Я намерен сдержать своё слово. Как же не знать. Но, по-моему, ты немного преувеличиваешь. Всё нормально. Ладно. Ты пришёл позаниматься спортом? Нет, я поиграю в теннис. Я вернусь к работе. Вечером я вернусь пораньше, хочу посмотреть на тебя до того, как ты уйдёшь на вечеринку. Хорошо, папочка. Давай, пока. Увидимся. Алло, Джан Цу, где ты? А, ты едешь ко мне? Подожди минуточку. Кажется, папа вернулся. Госпожа Эда? Да. Это для вас. Мне? А от кого? Нам это неизвестно. Тут и записки нет. Нам это тоже неизвестно. Хорошо, спасибо. Всего хорошего. Подруга, тебе нужно увидеть цветы, которые мне отправили. Они такие красивые и неизвестно от кого. Я в шоке. Я в шоке. Дорогая, кажется, тебе удалось охмурить обоих наследников холдинга Мазараглу. И не говори, Гонджа. Я тоже удивлена. О чём вы говорили с Волканом? Я тут чуть не умерла от любопытства. Хотя подожди, сначала расскажи о Бураке. Когда ты говорила с Волканом, Бурак очень расстроился. Нет, я не отвечала на его звонки, поэтому он рассердился. Всё может быть. А что он хотел? Он хотел, чтобы я ему помогла. Я отказала. Вот и всё. Из-за работы. Ну, ослый ты и наивная. Он пытается провести с тобой время. У меня нет на это времени. Смотри, сколько у меня работы. Ну, ладно. А что говорит Волкан? С Волканом мы разговаривали по поводу дня рождения Эды. Я сказала, что не смогу прийти, потому что поздно выхожу с работы. Но он отпросит меня с работы, чтобы я успела подготовиться к вечеринке. Вау! Отпросить с работы и всё такое. Ты не сможешь отмазаться. Нет. К сожалению, мне придётся идти. Конечно, ты пойдёшь. Ты выкинула Волкана из своей головы, и тебе нужно самой себе это доказать. Открой новую страницу. Пойди на вечеринку и повеселись. Вот и всё. Легко сказать. Сделать тоже легко. Гонжа, у меня нет даже ни одного платья. Кто знает, что наденут люди. Я опозорюсь там. Ммм, Бурак тоже там будет, конечно. Я сейчас поняла тебя. Почему ты беспокоишься об этом? Разве ты не видела девушку Бурака? Ты без денег намного красивее, чем она. Это я тебе точно говорю. Абсолютно правда. При чём здесь она? Ну, вылетела пара слов. Если бы я знала, что ты такая ревнивая, ничего бы тебе не сказала. Гонжа, ты хотя бы не издевайся, а? Пожалуйста. Хорошо, дорогая, не обижайся сразу. Как только я хочу закрыть эту тему, тут же случается что-то. Ты сейчас забудь об этом. Скажи, сколько у тебя денег? Ты же не потратила деньги, которые мы заработали? Нет, всё на месте. Мои тоже на месте. Тогда мы соединим наши деньги и купим тебе красивое платье. Гонжа, не глупи. Мы все деньги спустим на одно платье? Можно сказать, мы ничего не потратим. Сделаем так. Купим тебе платье, разок его наденешь, а потом вернём его в магазин. Но ведь нельзя так делать. Я так не смогу. О, фаслы, твоя честность меня убьёт. Хорошо. Тогда возьмём на прокат. В смысле? Очень просто. Есть магазины, в которых можно взять вещи на прокат. Платья, туфли, сумки. Правда? Да. Да. Я тебе скину адрес магазинов, ты пораньше выйдешь с работы и выберешь себе что-нибудь. Я не могу в одиночку выбирать платье. Тогда сделаем так. Ты наденешь платье, сфотографируешься в нём, а потом отправишь мне фото. Выберем платье вместе. Это хорошая идея. А что делать с подарком? Нельзя идти с пустыми руками. Ещё это. Что можно подарить девочке, у которой всё есть? Верно говоришь. В таком случае нужен специальный подарок. Ты же рисуешь картины. Наверняка у тебя есть красивая. Подаришь одну Эдди. Разве так нельзя сделать? Да, точно. Я нарисовала недавно. Ну, ты супер. Чем ещё я могу тебе помочь, подруга? Ну, чем же? Моя дорогая. Что ещё ты можешь сделать? Дорогая, привет. Ты не занята? Привет, дорогой. Нет, не занята. У меня встреча с клиентами. Сейчас туда еду. Правда? И кто твои клиенты, интересно? Он из Измира, жизнь моя. Господин Эрхан. А сколько времени займёт эта встреча? Около часа. А почему ты спросил? Ты же знаешь, у Эды сегодня день рождения, и я до сих пор ничего и не купил. Как трудно выбирать подарки детям. Я думал, ты поможешь мне в этом. С радостью, жизнь моя. Можем купить ей красивое колье, например. О, да. Ты хорошо придумала. Ну, тогда я перезвоню тебе сразу после встречи. Договорились? Хорошо, буду ждать тебя. Господин Джем, здравствуйте. Я хочу попросить у вас отпустить ослы немного пораньше. Надеюсь, проблем нет? Хорошо, спасибо. Я договорился с господином Джемом. Тебя отпустят пораньше. Спасибо. Вулкан, начнём? Можно, давай начинаем. Ну, как вам, понравилось госпожа Тукче? Да, ещё нужен макияж. Конечно. Я хочу, чтобы макияж сделала та девушка. Госпожа Сюингуль, а Тукче хочет нанести макияж. Хорошо. Нужен лёгкий мейкап в пастельных тонах. Ясно. На актрису, похоже, но я не пойму, на какую. Правда? А вы работали с актрисами? О, практически со всеми. Здорово. Значит, у нас есть общий знакомый. Я ведь журналистка. А, правда? Да, работаю в таблоидах. Пишу о последних слухах. Кто знает. Какие ты знаешь слухи, а? Может быть, что-то знаю. Но я многим помогла заработать деньги. Помогли разбогатеть. Да? Мы продаём слухи? Да. И много вы платите? Например, сколько? Разные слухи по-разному расцениваются, конечно же. Если вы знаете что-то, что не знает никто другой, то много. Например, вам что-нибудь известно о Денисе Сезар? О, у неё была интрижка с актёром по имени Корай. Вы серьёзно? А это можно как-нибудь доказать? Например, фотографиями? Найдём. Я сейчас просто лопну от любопытства, от кого эти цветы? Ты лопнешь или я? Мне тоже очень интересно. Может быть, их отправил Барыш? Думаешь, такое возможно? Я уверена. Ты думаешь? Пусть это будет он. Сегодняшний день очень важен для меня. И для ослы с моим братом тоже важен. Но почему он важен для него? Ему выпадет шанс помириться с ослы. Я сделаю всё, чтобы помочь им в этом. Ослы сегодня вечером должна выглядеть бесупречно, чтобы вновь покорить его сердце. Осла сама по себе красивая? Ну, конечно. Но я хочу, чтобы она была немного другой. Немного красивее и впечатляющая, как принцесса. Хорошо, но что ты собираешься делать? Позвонишь ей и скажешь, давай сделаем тебя покрасивее? Нет, конечно, такого я не скажу. Но... кажется, я поняла, как это сделать. Слушай, ослы, как дела? Хорошо, у тебя как? У меня тоже. У меня есть к тебе одна просьба. Я буду очень рада, если ты не откажешь. Конечно, слушаю. Если ты не будешь занята, мы можем встретиться после работы. Джан Су не может пойти со мной к парикмахеру. А я не могу решить эту проблему в одиночку. Ты можешь пойти со мной? Не обидишь меня, Вида? Хорошо, но сейчас я немного занята. Я тебе позже позвоню, хорошо? Ладно, хорошо. Тогда созвонимся. Я сделаю из неё самую красивую девушку в мире. Ты просто чудо. Но это значит, что я не пойду с тобой к парикмахеру. Прости, об этом я не подумала. Ладно, самое главное – это для благого дела. Да, для благого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Или сделаю так, что она не придет на вечеринку Спасибо большое, господин Эркан, до встречи Я вам позвоню Дорогой, я надеюсь, ты не долго меня ждал Нет, нет, что ты Что-то случилось? Твой клиент просто настоящий джентльмен Даже до машины тебя довел Я прямо таки заревновал Я очень люблю, когда ты меня ревнуешь Вот так значит, да? Ну что ж Ну что? Что в этом такого? Ты не пойми меня неправильно Ты же настоящий трудоголик Я не хотел тебя задеть И поэтому целый день Подавлял в себе ревность к тебе Знаешь, почему я так сильно тебя люблю? Потому что ты напоминаешь мне, что я женщина Иногда я забываю об этом Давай, поехали Слушаю, брат Гонжа, что ты делаешь? Работаю, что же еще? На нашей фирме в Анкаре Возникла проблема Сейчас мне нужно будет поехать туда Так что вечером меня не будет Имей в виду Поняла? Поняла меня? Хорошо, братик Хорошенько закрой на все замки дверь Хорошо, не переживай Удачной дороги Спасибо Спасибо Брата не будет целую ночь Что же придумать? Гонжа, в чем дело? Мой брат уехал в Анкару Ну и чему ты радуешься? Ты сама подумай Весь дом в моем распоряжении Мы с Эрдемом можем остаться наедине Ты позовешь к себе Эрдема? Подруга, если кто-нибудь увидит Твои соседи на районе настоящие шпионы Уверена, твой брат сказал им Ну вот, ослы Ты испортила мне настроение Гонжа, но ведь настоящий друг всегда скажет правду Если твой брат вас застукает, может случиться что-нибудь плохое Ты права, кажется Ты права Ты записала адрес магазинов? Записала Тогда не забудь прислать фото Пришлю, не волнуйся Ну все Удачи Спасибо Эда? Я закончила работу Где встретимся? А, я как раз собиралась идти в ту сторону Хорошо Увидимся Да сколько же еще можно сидеть здесь, а? Салон рядом с тем бутиком Как я сейчас туда поеду? Ну уж нет Я не стану за ней бегать Но я могу пойти в кафе и чего-нибудь выпить или съесть Ослы? А? Ты уже выходишь? Да Я тоже выхожу Если хочешь, я могу подвезти тебя Не хочу утруждать Ничего страшного Хорошо Пришла relatively Здесь достаточно времени. Надеюсь, что мы найдем что-нибудь подходящее здесь. Я уверена, что найдем. Спасибо большое. Добрый день. Господин Синан, добро пожаловать. Я удивился, увидев вас. Взаимно. Прошу вас, чем я могу вам помочь? У моей дочери Эды сегодня день рождения. Проходите. Эда очень удивится вечернему сюрпризу. Это точно. Это очень волнительно. Вы сегодня с ней разговаривали? Разговаривали. Я сейчас еду к ней. Она попросила моей помощи в выборе макияжа и прически. Впервые вижу, чтобы она относилась так к кому-либо, кроме Джансу. Наверное, я ей нравлюсь. Ты ее плохо знаешь, поэтому не удивлена. Даже если Эда похожа на очень добрую и открытую девушку, на самом деле она очень замкнутая. То есть она ни с кем просто так не сойдется. По-моему, она полюбила меня, потому что полюбила нас. То есть, говоря нас, я имею в виду, что она не знала, что мы притворяемся. Например, Денис она очень не любила. Даже узнав, что мы помирились, она будет в шоке. Я не пригласил ее только потому, что не хочу испортить вечеринку Эды. Только подумай. Она ее настолько не любит? К сожалению. По-моему, она очень элегантная. Я тоже так думаю. Мне она очень нравится. Серьги просто прекрасные. Но я думаю, для ее возраста это перебор, наверное. Эльчин, спасибо тебе, что ты поддержала меня. Если бы тебя не было, я бы так не смог и выбрать. Не за что, дорогой. И у меня поднялось настроение. Кстати, посмотри, что мы делаем ради наших детей вместе. Мы еще много раз это сделаем. Сегодня, после дня рождения, я поговорю с Эдой. Думаю, время пришло. Нам всем пора стать семьей. Хорошо. Денис, как дела, дорогая? Все хорошо. Ты готовишься к вечеру? А что будет вечером? Как это? Конечно же, вечеринка в честь дня рождения Эды. Или тебя Волкан не позвал? Конечно, позвал, дорогая. Я просто забыла. И у меня есть дела поважнее. Я уже кое-кому пообещала, поэтому не приду. О, я очень расстроилась. Ну что поделать, встретимся потом. Пообещала она, Улгунья. Хорошо, что я ей позвонила. Что теперь сделаешь, раз мы не увидим ее лица на вечеринке? Не нужно ждать больше, чтобы взорвать бомбу. Та-дам! Дорогой? Что это? Это то, что будет хорошо смотреться на моей воздушке. Возлюбленный. Моя жизнь! Зачем это было нужно? Разве мы не пришли за подарком для Эды? А разве я не имею права порадовать свою любимую даму? Ты великолепен. Они чудесные. Спасибо. Волкан, ты в порядке? Я извиняюсь. Это не имеет значения. Что-то случилось? Дашь мне минутку успокоиться? Хорошо. Но нельзя водить машину в таком состоянии. Давай остановимся, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok